Всем привет! Мы продолжаем разбор чемпионских битвей. Сегодня рассмотрим партию между 10-м чемпионом мира Борисом Спасским и 15-м Виши Анандом. Данная партия была сыграна в 1989 году на турнире юниоры против ветеранов. Ананд играл белыми, открывает игру ходом королевской пешки, черный отвечает симметрично. После начальной ходу на доске возникает испанская партия. Белые создают косвенное давление на пешку Е5 и в будущем могут выиграть этого пехотенца разменом на поле С6. Пока что черный применяет ход Морфи, заставляет определиться белопольника. Слон отступает на поле А4 и черный контратакует пешку Е4. Ананд спрятал короля в безопасное место. Спаский также готовит рокировку ходом слон Е7. Белые защищают пешку на поле Е4 и здесь уже создают вышеупомянутую угрозу размина на поле С6 с последующим выигрышем пешки на поле Е5, поскольку пехотенец на Е4 надежно защищен. Спаский защищается продвижением Б5. Слон вынужден отступать. Теперь черный защищает пешку на поле Е5 и создают позиционную угрозу размина своего коня на испанского слона соперника. Поэтому Ананд создает форточку для слона и хочет построить мощный пешечный центр. Черный обеспечивает безопасность королю. Ананд делает профилактический ход А3, не пуская сюда слона с идеей пойти с комфортом Д4. И здесь Борис Спаский применяет систему Брейера, которая служила ему верой и правдой многие десятилетия. Идея такого экстравагантного хода заключается в том, чтобы удобно разместить коня на поле Д7, слона вывести на Б7 и оказывать давление на центр соперника. А пешка может встать как на С6, так и на Ц5 в зависимости от действий белых. В свою очередь индийский гроссмейстер устанавливает пешку на поле Д4. Черный заканчивает свой маневр и белый в этой ситуации применяет довольно редкий на то время ход С4. Я чувствовал, что знания Спасского в основных линиях будут гораздо глубже моих, поэтому пытался не без труда найти относительно неизученное продолжение, напишет Ананд в комментариях к этой партии. И действительно популярным ходом в те времена считался ход конь Д2. Он и сейчас является по сути сильнейшим продолжением. Ну а после хода в партии С4 черный устанавливает пешку на поле С6, берут под контроль центральное поле Д5, защищают дополнительно пешку на Б5. Белый хотят удобно разместить своего коня на С3, но необходимо перед этим защититься от угрозы движения пешки Б. Поэтому Ананд играет А3, препятствуя продвижению Б4. Черный теперь меняется на поле С4 и используя свое некоторое преимущество в развитии, вскрывает центр продвижением Д5. Происходят массовые размены в центре доски, слон отступает на поле А2. Борис нападает ходом Е4 на белого коня и Ананд играет здесь конь Е5. Как видим у белых неплохое давление на пешку Д5, к атаке на эту пешку может подключиться еще и конь. Черный вынужден здесь какое-то время обороняться. Борис Спаский сыграл слон Б7, защищаясь от коневой вилки, а также защищая дополнительно пешку на поле Д5. Белый развивает коня, черный играет конь Б6, максимально укрепляя свою отсталую, следовательно слабую пешку. И здесь Виша наносит удар справа ходом Ф3. При случае белый могут поменяться на поле Е4 и в каких-то вариантах даже выиграть пешку. Спаский ставит ладью на открытую линию, белый пошли слон Б3. Черный устанавливает своего слона на защищенное поле А8, что станет понятно в следующих вариантах. То есть здесь белый заканчивает развитие легких фигур. И в этой ситуации черные могли поменяться на поле Ф3 и оккупировать своим конем пункт С4, нападая на пешку Б2. И теперь в случае размина на поле С4 у черных не провисает слон на Б7. Но ясно, что белые могут не меняться на поле С4, они могут просто аккуратно защитить пешку на поле Б2. Ввиду этого Борис Спаский сделал другой ход, а именно ход ладья С7. Белый также ставит ладью на открытую линию. Черный пытается разменами фигур немножко разгрузить позицию. Анант пока что уклоняется от данного размена, но Спаский настаивает на нем. Играет слон Ж5. Следует размен на поле Ж5. Затем размен в центре доски. И продолжение ферзь Ж4 с целью поменять ферзей. Спаский идет навстречу замыслам противника. И здесь необходимо было пойти король Х8. Освобождаясь от связки белопольного слона, Сидея защищает свою оторванную от базы пешку на поле Е4. Но допустим после хода кони Е3 черные могут пойти Е5. Получается сложная позиция со взаимными шансами. Вместо этого Борис допускает грубую ошибку. Он играет Ж6 и после ответного кони в 2 выясняется, что пешка на поле Е4 теряется. Поскольку черные не могут защитить ее ходом Ф5, пешка Ф связана. Борис Спаский попытался защитить пехотинца ходом ладья Е8. Но теперь белый перекрывает кислород белопольному слону. И создают большое количество нападений на пешку Е4. Черные здесь сыграли король Ж7. Белый забрали пешку на поле Е4. Кажется, что черные отыгрывают пехотинца на поле Д5. Но теперь сказывается ослабление седьмой горизонтали. То есть белый нападает на ладью, вынуждая размен тяжелых фигур. После размена на поле Е1, но брать на А3 нельзя из-за коневой вилки. Черным необходимо сейчас защищаться. От нее Спаский защищается продолжением кони в 6. Но ладья въезжает в обжорный ряд и пункты в 7 защищать нечем. Таким образом белый выигрывает пешку. Следующим ходом черные контратаковали коня. Но успевает Анант забрать на поле Ф7. Отступать королем на Ж8 невыгодно под рентген белопольному слону. Поэтому король уходит на поле А6. Белый убирает из-под боя своего коня. Черные пошли ладья Е6, активизируя ладью. Черные сумели получить определенную контр-игру. Белая ладья попала в окружение на Ф7. И черные могут активизировать короля через поле Ж5. Напишет Анант в комментариях. Белый защищается от возможного вторжения черной ладьи. Играет король Ф2. Черные пошли король Ж5. Последовал ход слон С2. Белый пытается консолидировать позицию своих фигур. Черный также улучшает позиции своих фигур. Конь Д2. Х5. И в этой ситуации необходимо было напасть на черную ладью. Сохраняя серьезное преимущество. Но Вишвана Тананан беспечно сыграл конь Б3. И пропускает красивую комбинацию черных. То есть сейчас Спаский нападает на ладью. Казалось бы, белый контратакует пешку на поле А6. Но следует удар кованым копытом. Черный жертвует фигуру. Но использует неудачное положение белого короля. То есть после взятия на поле Ж4. Черный пробивает конем. И теперь нельзя королем отступать на поле Ж3 и Ж1. Ввиду мата, либо ладья Е3, либо ладья Е1. Приходится отступать на поле Ф1. Но теперь черные дают коневую вилку. Отыгрывают фигуру. И в результате этой комбинации им удалось сократить численность пешечного материала на доске. Что выгодно в подобных ситуациях. Белый забирает пешку на поле А6. Черный предлагает размен ладей. И после размена на поле Е6 слишком мало остается пешек на доске. Если, предположим, черным удастся поменять свои две пешки на королевском фланге на одну пешку. То они могут просто пожертвовать коня и слона за две пешки на ферзьевом фланге. Поскольку два коня не мотуют. В этом и заключается проблематичность реализации лишней пешки со стороны белых. Дальше был сделан ход конь С5. Надо нападать на слона. Слон уходит на поле С4. Белый толкает вперед проходную пешку. И черным необходимо было найти четкий путь. А именно продолжение король Ф5. Для того, чтобы освободить движение пешек на королевском фланге. О чем мы говорили ранее. Целью поменять еще пешку на поле Ж2. Но вместо этого Борис Спаски допускает грубейшую ошибку. Играет король Ф4. Идея правильная, но исполнение подкачало. Поскольку у белых есть возможность провести красивую комбинацию. Анан толкает вперед проходную пешку. Черный защищается от движения А6 ходом конь Б4. Но теперь белый оттесняет слона. И после отступления этого слона красивый комбинационный удар. Конь Д3. Жертвуя фигуру и отвлекая коня от защиты поля А6. Оказывается, что король на поле Ф4 попадает теперь под коневую вилку. То есть черные вынуждены брать коня на поле Д3. Но теперь пешка беспрепятственно идет Ферзи. Поле Д5 контролируется белым конем. Борис Спаски сыграл слон Е8. В попытке затормозить проходную пешку. Но теперь шаг с поля Д5. И в этой ситуации Борис Спаский признал себя побежденным. Поскольку на отступление короля белый играет конь Е7. Забирает у слона поле Ц6. И пешка проскакивает Ферзи. Вот так вот завершилась партия между 10-м чемпионом мира Борисом Спаским и 15-м Виши Анандом. Напишите в комментариях как вы относитесь к этим чемпионам мира. На каком месте в вашем личном рейтинге чемпионов они стоят. Ну и также не забываем ставить лайки. Подписываться на обновление канала. Кликаем по колокольчику. Поделитесь этим роликом в социальных сетях. И до скорых встреч. Продолжение следует...